Всем добрый день! Это Руслан и сегодня у нас в эфире восьмой инсайта конверсии. И я хочу сказать, что сегодня именно ваш день. Ваш день, потому что речь сегодня пойдет о заголовках. Заголовок это кажется очень избитой темой, примерно как оппоненты Емельяненко. Но далеко недооцененной. И переоценить важность заголовка невероятно сложно. Почему? Потому что изменив заголовок, можно увеличить конверсию не на 5-10, 15-20% с помощью АБ-тестов. А ее реально удвоить, в случае если ваш заголовок написан более-менее адекватным шрифтом. Поэтому следующие 10 минут времени, которые вы инвестируете в просмотр этого видео, окупятся у вас 200-кратной прибылью и наслаждением от КПД рекламы, которую вы размещаете. Сегодняшний выпуск инсайта о конверсии у нас проходит на основе контента, который накопился у нашей команды по поводу конверсии и совместно с проектом LP-генератор. У нас огромное количество людей писали с LP-генератора, наши клиенты писали, чтобы мы раскрыли тему заголовков. Заголовки – это часть третьего инсайта о конверсии, там где мы говорили про то, что ваш продукт должен быть качественный и обладать определенным УТП из заголовок. Получается, это часть упаковки продукта, которая доносит ее за 30 секунд. Если у вас на сайте нет заголовка, ну это без обид, это значит, что в вашей машине просто нет двигателя. Если у вас какой-то заголовок есть, то у вас стоит двигатель 1.3 объема, ну это не знаю, Toyota Prius, что в принципе неплохо и она ездит. Но после 10 минут вы сможете очень быстро, за буквально пару минут делать заголовки, похожие, не знаю, на баварский V10 4.4 объем Biturbo, который позволит вам рвать всех конкурентов в директе. Дальше вы можете задать резонный вопрос, почему можно нам доверять, что это за ребята, которые рассказывают о заголовках. Я могу сказать, что два года мы делали проект Make Tornado и основной деятельностью нашей было удвоение конверсии сайтов. То есть мы брали деньги только за удвоение конверсии. Если мы не удвоили конверсию сайта или лейнинг пейдж, мы деньги возвращали. Поэтому мы продавали конверсию в России лучше всех и дороже всех, потому что мы начинали продавать лейнинги за 30 тысяч, за 300, за 500. Был контракт за полтора миллиона рублей. Поэтому, на наш взгляд, у нас есть маленькая, маленький шанс поведать вам что-то новое. И я думаю, поехали. Дальше, то, что касается производства заголовка. Понятно, что можно его сделать конверсионным или нет. Дальше, ну кто его будет делать, кроме вас? Вы, конечно, можете сказать, что это может сделать копирайтер и как бы вы ему заплатите 4 тысячи рублей и все будет ровно. Но я могу сказать то, что никакой копирайтер не напишет вам конверсионный заголовок. Ибо, если копирайтер уже постиг DAO конверсии, он откроет бизнес и будет делать его масштабируемым. Если копирайтер сидит, занимается написанием текстов, то значит этот копирайтер еще на пути к DAO конверсии. Вот. Мы занимаемся масштабируемым бизнесом. Два года мы делали супер конверсию. Поэтому, сегодня мы как бы бесплатно, условно, раскрываем секреты Make Tornado. Собственно, того бизнеса, на котором мы заработали больше, чем полтора миллиона долларов. Ну, я тут захват видео делаю на ноутбуке. Поэтому, я думаю, можно переключиться сюда. И чтобы понять, как заголовок влияет на конверсию, нужно посмотреть на экран. Вот эта презентация, которую мы используем при венчурном фонде АБРТ в нашей образовательной программе Starting Garage. Вот это небольшой слайд. В отличие от распространенного мнения, что люди сидят на сайтах, якобы, там, по 5-6-10 минут. Ну, откуда мы это берем? Да, ну, во-первых, мы берем, конечно, это из метрики. Вот, если мы зайдем в посетители… Так, Илья, напомни мне еще раз вкладку, где смотреть среднее время посещения. Источники сводка. Так, сейчас меня затролит, что я метрики не соображаю. Посмотрите, о чем нам говорит метрика, в данном случае компания «Связь Бурмонтаж». Что среднее время посетители на сайте 2.25. Ну, кажется, что да, человек сидел 2.25. Но, на самом деле, это далеко не так. И чтобы в этом убедиться, вы можете просто открыть свою метрику и посмотреть. Но смотреть нужно не этот раздел, который я не знаю, как открывается, а именно вебвизор. Вот, допустим, мы открываем… посетитель сидел 2.21. Открываем его вебвизор. Смотрим. Вот, человек зашел и в общей сложности активного времени нахождения на сайте 37 секунд. Мы можем открыть еще какое-нибудь видео. Вот, технология бурошнекового бурения. Человек сидел 35 секунд. Вот это время, 2 часа 39.45, да, метрика считает, учитывает в качестве среднего там арифметического. И вот это время вам полностью сбивает среднее время нахождения на сайте. И по факту получается, если вы внимательно просмотрите свой вебвизор, что пользователи у вас сидят на сайте не 10 минутами изучают там какие-то ваши предложения или что-то. Они сидят реально 6 или 36 секунд. Соответственно, у нас есть только 6 секунд, чтобы привлечь его внимание, задержаться у нас. Если его что-то заинтересовал на сайте, он еще сидит 30 секунд и, грубо говоря, уже через полминуты он принимает решение. Или он оставляет заявку, делает целевое действие, звонок. Или он нажимает крест и идет дальше, кто там в Яндекс.Директе, клике свои объявления размещает. Вот это выражение. Если бы у меня было больше времени, я бы написал письмо покороче. К чему я? Я к тому, что задержать и заинтересовать пользователя на странице может только заголовок. Именно поэтому, когда мы проводим АБ тесты, он имеет наибольший вес конверсии. Условно, мы меняем call to action, скидки какие-то там, меняем кнопки призывы к действию, иконки. Конверсия прыгает как волны. Когда мы меняем заголовок, она может упасть два раза или повысится в два раза. Поэтому заголовок интригует пользователя и позволяет ему задержаться еще на полминуты, в чине которых он принимает решение, продолжить с вами работу или нет. И написать заголовок, что может прочитать человек за 6 секунд. Конечно, он может прочитать 45-50 символов. Собственно, поэтому выражение огио здесь и приведено. Дальше. Значит, вот эта презентация. Дальше, дальше, дальше. Про что мы говорим. Так, почему мы сказали, что имеем маленькое право поговорить о заголовках. А, да, еще момент. Вот, если вот этого недостаточно вам доказательств, да, в метрике, что люди так ищут очень быстро, бегло. Просто вспомните себя, как вы ищете в Директе, в Яндексе или в Гугл. Допустим, я не знаю, вам нужно SEO-продвижение, там, вам нужны окна, вам нужен эвакуатор. Ну, представьте, что вам нужен эвакуатор. Что вы будете делать, я не знаю. Вы откроете 10 сайтов, пробежитесь по ним голопом, по Европам, сильно никто особо не вчитывается. Вы буквально звоните сразу же в 10 компаний, потому что в любом случае все условия по телефону четкие. Там, читать особо сайт никто не читает. Так, посмотрели, все нормально и так далее. Вот. И заголовок его интригует и заставляет обратиться в компанию. И помимо этого всего он еще дифференцирует вашу компанию в голове, да, то есть от ваших конкурентов. Поэтому все это похоже, то есть онлайн привел и веб привел к тому, что если раньше мы долго там уходили по магазинам, по икеям, выбирали, что-то сравнивали, я не знаю и так далее, веб очень расхлябал внимание пользователя и он ведет себя, ну вот скажем так, очень легкое поведение. И это нормально, потому что он в состоянии поиска. Так, ну вот мы называем этих людей метеоритами, которые на сайт заходят и им очень нужно быстро понять цену, быстро понять все условия. И это наиболее ценные клиенты для продаж. Вот, собственно, дальше мы сейчас перейдем к технологии, как эти заголовки делать. И чтобы к ней перейти, нужно сказать вот о чем. Что, да, конверсионный заголовок может сделать каждый из вас. Но вот то, что мы за два года поняли, что все заголовки делятся на успешные и удачные. Вот в чем отличие двух этих типов. Отличие в том, что успешный заголовок, однажды сделав его, вы можете его повторить и для другой сферы сделать, для другой компании, для другого вашего бизнеса. А удачный заголовок повторить уже не удастся. Там про удачу и успех у меня вообще отдельное видео на канале есть, можете посмотреть. Пример удачного заголовка. Ну вот Карнеги там книга называется. Как оказывать влияние на людей и завоевывать друзей. Приди на Форекс, купи Феррари. То есть все это заголовки из разряда выстрелов. Выстрелила или не выстрелила. И неудобство в том, что вы не можете, вы не контролируете этот процесс. Мы идем по проторенному с вами пути. Это создание успешных заголовков, которые вы можете повторить. Протестировали мы кучу методик. Прочитали кучу книг по копирайтингу. Поняли, что эти авторы пишут книги по копирайтингу, но сами там глобальный бизнес не делают. И воронок онлайн они не выстраивали. Часть людей, которые дают технологии заголовков, они это из разряда искусства такого-то. Ну что же нужно поярче, побольше прилагательных. Купи там, я не знаю, скидки, не скидки. Мы используем наиболее зарекомендовавшую себя технологию 4U. Про 4U мы уже как два года рассказываем на рынке. Стартинг Гэрэш, какие-то фонды ходим на семинары, на этологии, там я не знаю. Но по факту так никто и не умеет делать эти заголовки. Вот сейчас настал тот момент, когда мы условно палим тему, с помощью которой мы удваивали конверсию. Ну я думаю можно перейти вот здесь на экран. Чтобы нам научиться нужно взять просто базовый заголовок. Вот горячий инвестиционный совет в городе. Первое. Так парни мне в скайп пишут, сейчас маты будут там. Первое. Илья, напиши, чтобы мне маты не отсылали в скайп. Да, из-за общего чата. Первое. Полезность, usefulness. Вот здесь, если вы заметили правильно, ошибка. Это специально для студентов на образовании, чтобы вообще они читают или нет экрана. Полезность. Вот давайте мы к этому слайду добавим, к этому заголовку добавим полезность. Ну обычно как пишет. Вот этот заголовок про инвестиции обычно. Неси нам инвестиции, добавляем полезность. Раз. Сделай тысячи, следуя одному инвестиционному совету. Дальше. Нам, после того как мы пользу человеку принесли, обратите внимание, что пользу не купить дрель, а продаем дыру в стене. Не дай инвестиции нам, а сделай деньги как бы на этом. Дальше мы добавляем ультра специфичность. Ну, по-русски говоря, сколько пользы конкретно в граммах, как в той рекламе? 330. Сделайте дополнительные 4,5 тысячи долларов, следуя одному инвестиционному совету. То есть, обратите внимание, что мы стали конкретнее отвечать за свои слова. Дальше. Обязательно 3-е Ю – это срочность. Ургенси или как, я не знаю по-английски. Ни в коем случае никак до конца акции осталось 3 часа 15 секунд, 158 миллисекунд успей, иначе ты потеряешь все в своей жизни, все возможности. Это не про это. Это, я считаю, уже давно не работает, как бы все это знают. Проснись завтра на 4,5 тысячи богаче, следуя одному инвестиционному совету. То есть, конкретно погружение человека, как визуализация, в образ, что у него эти деньги будут. Не просто заработай, никто не хочет работать, а конкретно проснись завтра богаче. Ну, интуитивный ответ сразу, ну, неплохо, да, неплохо. Ну, в чем проблема 3-е Ю здесь, в том, что все прикольно, но я не верю. Интуитивно не верю, потому что не понимаю, за счет чего. Когда я не понимаю, за счет чего какая-то механика работает, за счет чего у них дешевле, или за счет чего у них качество выше, то я вообще в эту историю не верю. И добивающая тема – это уникальность. Купить эти малоизвестные акции и проснуться завтра на 4,5 тысячи богаче. Обратите внимание, что заголовок в данном случае имеет задачу не продать продукт. И задача Lightning Page – не продать продукт. У Lightning Page заголовка одна четкая задача – заинтриговать и сконвертировать в действие. Четкое выполнение бизнес-задачи. Заголовок продает страницу, страница продает регистрацию, регистрация продает звонок, звонок продает встречу, встреча продает сделки. Когда вы начинаете путать эти понятия и пытаетесь сразу из заголовка конвертировать во что-то, квалтуэкшн – принеси нам деньги, заработай миллион. Ну, конечно, это нарушение воронки, это не работает. Ну вот, примеры тут различные, заголовков. Можете на паузу поставить. Посмотреть, да давно на самом деле был еще Афон 4. Вот такие результаты. Вот это АБ-тесты. По поводу АБ-тестов. Если вы используете ЛП-генератор, отлично. Если вы не используете АБ-тестов в своем бизнесе, рекомендую начать пользоваться. Можете ЛП-генератором пользоваться. Можете анбаунсом американским. Там единственное, в чем ЛП-генератор круче, что больше функционала, встроенная CRM, то есть меньше вам нужно каких-то совершать телодвижений. Ну и как бы вообще он русскоязычный. Ну вот, тест допустим. Вот эти айфончики. Левые рисовали мы, правые официальные. Вот такие результаты по конверсии. Так и так. Но это уже не про заголовки. Значит дальше. Мы разобрали с вами один заголовок. Дальше вы, конечно же, мне скажете. Руслан, ну это все инвестиции. Покажи нам заголовок на реальные темы про гармошки или еще что-то. Я люблю приводить пример с дровами. Вот давайте начнем прямо по факту. Купить дрова. Предположим, что вы продаете дрова. Купить дрова. Добавляем пользу. То есть дрова-то не для дров же, правильно? Зачем покупаем дрова? Чтобы сделать дом теплее. Ну если это ваша целевая аудитория, те, которые дома обогревают. Смотрите, пользы добавили. Да? Это убираем. Дальше. Вот. Сделать дом теплее нам теперь нужно добавить конкретно. Конкретно насколько теплее зимний вечер. Это, собственно, ультра специфичность. На 22 градуса. Понимать, что это все условно. Но вы, самое главное, должны понять механику, как это делать. И потом будете шпарить заголовки. На 22 процента добавляете срочность. Купить уже через 2 часа. Да? Теперь, вроде все, все нормально. Но мы продали человеку купить дрова. Но почему у нас их надо купить? Чем наши дрова отличаются от других за углом, непонятно. Поэтому здесь нам нужно найти уникальное отличие нашего продукта. Это касается как продукта, так и упаковки. Я не верю, что окна века у всех одинаковые. У всех разный сервис, разные УТП, разные подходы. Поэтому и дерево может быть разным. Пообщайся со своим поставщиком, я не знаю, на лесорубке. И он скажет, что у него дерево с повышенной теплоотдачей или плотностью, что больше кило джоули дает. С помощью с повышенной энергоемкости. Вот. Вот такой заголовок. Но мы обычно делаем вот так красиво. у меня уже глаз наметан. Вот три строки, что длинные не любят люди читать. Так коротенько, как на айфоне. Я вам могу сказать, что если вы в LP генераторе будете тестировать этот заголовок с любым другим предыдущим, который вы делали, то он с вероятностью стремящийся к бесконечности их победит. Даже без АБ тестов. Да, что удивительно. Дальше, чтобы еще больше погрузиться в конкретику, давайте посмотрим какие-то наши проекты и так далее. Вот допустим, было у нас такое время, когда мы продавали только заголовки моих торнадо. пока еще очередь не создалась, мы это делали. Вот разбор хирургический. Польза в чем? Смотрите. Увеличим конверсию вашего сайта. Польза? Польза. Дальше. Насколько конкретно, чтобы мы отвечали за слова? На сорок два процента. Дальше. Это все классно, но мне это через два года не надо. Мне это надо быстрее. Отлично, за два дня. За два дня это абсолютно реально. Даже тестировать, если у вас трафик есть. И дальше вот в эту всю историю, в принципе, все прикольно. Но это похоже на весь остальной интернет. Заработай 3000 долларов за один вечер. Нужно добавить с помощью чего, за счет чего вы это сделаете. И вот тут пошла жесткая интрига. Не обязательно писать ему, что это такое. Но вот просто наша фишка. Причем вы обязательно должны не врать. Обычно под заголовков мы делаем проблемы решения. Низкая конверсия сайта не дает пересесть вам на майбах. Такой живой подход. И решение пошло. Сделаем заголовок, который, решение, которое повторяет заголовок. Ну и вся страница вообще лендинг пейдж должна выглядеть как. В заголовке мы сказали, о чем мы хотим сказать. Под заголовки мы сказали, что мы говорим. Собственно, ну что мы говорим. А в конце лендинга мы сказали то, собственно, что мы уже до этого сказали. 6 секунд пользователь принимает решение читать дальше сайт или нет. Если заголовок понравился и еще сидит 30 секунд, вероятность того, что он оставит заявку и что сделает, конечно повышается. Вот столько сайтов в среднем открывает человек, когда агрессивно что-то ищет. Окна там, не знаю, SEO-продвижение, еще что-то. Ну вот столько максимум способен прочитать человек. Соответственно, ваш заголовок не должен быть выше там даже 60 символов. Вот. И вот этот факт, что 93% Google AdWords и Яндекс Директ убыточные. Ну, я думаю, сложно с этим спорить, хотя, наверное, можно. Но все работают. Большинство работает в убыток, но покупают, чтобы хотя бы как-то расти. А часть вообще не замеряет КПД контекста и просто покупает, поскольку размывается там другими доходами от оффлайна. Вот так же итоги. В среднем заголовок читают в 5 раз чаще, чем текст. Большинство читает только заголовки. Если вы не заявили о продукте заголовки, а просто там совершенствуя, совершенствуем бизнес клиентов или я не знаю, там что-то технологии, путь к будущему. Там мегафоны всякие. Билайны любят такие вещи. Все. Пока. Вот сквест нажал и ушел. Вот так вы можете очень быстро оценить свой текущий заголовок на сайте. Важное слово в заголовке. В Лондоне заменили выхода нет, количество убийств упало. Я не знаю, релевантно это или нет, в 63 году было. Ну, я верю в эту историю. Я уверен, что каждое слово влияет на конверсию, не говоря уж про весь заголовок. Вот примеры, как мы это делали. Вот то, что было у клиента до нас. Школа иностранных языков, языковые курсы для каждого. Ну, обычная интернетовская тема. Дальше. Сделали. Почему столько-то процентов учат язык годами, но так и не говорят на него. 22% говорят на восьмом уроке, болтают на свободном уроке. Ну, вы же не будете с этим спорим. Это реально факт из жизни. Смотрим. Польза. Ну, польза реально разобраться в этом вопросе, как минимум посидеть на сайте. Уникальность. Есть цифры конкретики на восьмом уроке. Дальше. Срочность. А, ну вот, собственно, срочность на седьмом уроке. Ультра-специфичность в цифрах, что все в цифрах. И дальше. Мы, как бы, вот это последнее U, собственно, за счет чего? Это и будет ответ, то, что будет в подзаголовке. Можно так делать. Вообще, в Америке считается, если у вас в заголовке 4U, отлично. Если в вашем заголовке 3U тоже неплохо, другими элементами на лейнинг пейдж вы можете закрыть 4U, то, что касается, за счет чего вы это делаете. Но если у вас меньше 2U, то, ну, скорее всего, вы либо стартап, который еще ищет свою воронку, либо только начинаете бизнес и все клики для вас, вы не сможете выдержать клик, там, условно, дороже 3 долларов. А в то время, как такой же сайт, как у вас, ваш конкурент с конверсией в 2 раза выше уже может выдержать директиклик 6 долларов. Соответственно, а прибыль такая же, да, там. То есть, ну, делайте вывод сами. Дальше. Экспресс-кредит только по паспорту. Классный заголовок, 3,5% конверсия, что, в принципе, неплохо, но для кредитов, честно говоря, вообще ужас. Одобрим кредит до стольки-то суммы, без справок, без поручителей, поставки такой-то. Вообще не соврали, это реально условие, ну, как бы из договора прямо взяли. Конверсия 9,4. Ничего не меняли, только заголовок. Три раза. Да. К вопросу, как заголовок может изменить ключевые метрики вашего проекта, acquisition cost, там, lifetime value и другие. Регистрируйтесь и качайте фильмы, музыку и книги бесплатно. Укажи своё настроение в течение 20 секунд, будь шнём тебе на email 5 HD фильмов под него. То есть, ну, была, там такой трафик не очень чистый и стало намного, конечно, выше, но не больше процентов. Вот. Не наши слова, огилве. Верю, вот тут поставлю даже восклицательный знак. Ну вот, команда наша, надеюсь, одарённая. Вот, как бы, наш вывод. Изменение заголовка влияет на конверсию больше, чем что-либо. Вот, наши клиенты. Думаю, много известных компаний для вас. Дальше, о чём ещё хотел сказать. Так, успешные, удачные примеры привели. Разбор механики сделали, про дрова сделали. Redchiliheaders.com я вам показал. Как Redchilipeppers, только Headers. Дальше, да. Дальше, дальше, дальше. Значит, давайте просто примеры жизни. Хочется, вот, мы однажды троллили страницу Тинькова. Да, там нормальный такой база эффект был. Просто, просто зайдём в Яндекс, но я предварительно сделал уже. Сделаем SEO заказать в Москве. Заходим, значит, в Google. Открываем, ну, просто ради прикола, три первых сайта. Могу прямо из SEO открыть. Реально не готовился, но знаю, что там будет мясо. SEO парочку откроем. Почему отдельно открылось? Дальше смотрим. Ну, вы теперь у нас подкованы, поэтому смотрим вместе. Сразу анализируйте, что такое, стой. Не могу вот сконцентрироваться. Так, не даёт, не даёт на первое. Смотрим, польза. Увеличить свой доход просто. Классно, кто-то увеличивает, где польза, где мой доход. Непонятно. Уникальность, ультраспецифичность, на сколько доход. Непонятно, неконкретно, ребята как бы вилами по воде. Дальше. Срочность. Насколько? Когда быстро? Когда? Поможем? Классно. Когда? И последнее. За счёт чего? Надо признаться, за счёт чего у них есть маленькая намётка. Современные методики продвижения сайтов в поисковых системах. Опять же, это делают все. Был закос на 4-й Ю, но это делают все. Я думаю, тут достаточно. Следующий. Зекслер. Заголовка нет. Считайте, что в машине нет двигателя. Продвижение сайтов. Классно, ещё 500 миллионов это делает людей. Польза. В чём? Ну ладно, допустим, это польза. В принципе, нормально. Дальше. Ультра специфичность. Неконкретно. Насколько продвижение? Непонятно. Срочность. Классно. Первый заказ уже через месяц. Ну вот, что-то срочность есть, хотя бы 1-1,5 Ю. Последнее. За счёт чего? Ну, ежедневная работа это не за счёт чего, это тоже вилами всё написано. Поисковое продвижение, постоянный рост бизнеса. Классно. Рост-то может быть убыток. Я не люблю сильно троллить, но я называю лендинги плохими или неконверсионными. Я говорю, есть потенциал. Дальше уже ваша реакция, либо использовать это и расти, то есть проводить изменения, делать эволюцию и расти. Лучше повышать КПД двигателя бизнеса своего. Либо обижаться, как бы и closed mind, быть невосприимчивым, жить в своих стереотипах и так далее. Следующий. Продвижение сайта с оплатой за посещение. Опять же не такая уникальная тема. Сейчас я могу сказать, что мне нравится заголовок или не нравится. Вообще отбросьте эту логику. Нету нравится или не нравится. Выполняет бизнес задачу или нет. Смотрим. 4 Ю. Продвижение сайтов. Польза. Насколько? Непонятно. Срочность? Непонятно. За счет чего? Ну вот с оплатой за посещение. Ну уже лучше. Но опять же так куча людей делает. Такое же SEO за углом, за забором я без проблем могу найти. Потом еще прикольно можно отличить тех людей, которые делают заголовки landing page. Посмотрите количество прилагательных заголовков. Если они есть, это плохо. Но максимум одно. Заголовок должен быть по делу без прилагательных. Не надо прилагательным призывать человеку, что у нас ярко, круто, интересно, классно. Человек сам должен прилагательный у себя это сделать и сказать, о, вау, круто. Да. То есть вы ему должны говорить сухие, сухие факты. Дальше едем. 70% желающих мы не можем взять в продвижение. Скажите мне какой это заголовок, удачный или успешный. Это, конечно, это попытка зарядить солнце из рогатки. Поисковики заботятся тех, кто заботит за что домена. Ну, вы сами. БД, БД, да? Давайте жестко. Польза. Ну, можно продвинуть, а можно, ну, короче, там пол пользы есть. Дальше. Ультра специфичность. Насколько? В ТОП 10, да? В ТОП 30, ТОП 100, как? Нету. Дальше. Срочность. Когда? Нету. БД, БД. Поздравляю. Дальше. За счет чего? Ну, за счет того, что вот мы будем типа заботиться о вашем сайте. Уникальный контент, логичная структура, возраст. Ну, это у всех, это все об этом знают. Давайте узнаем, можем ли мы продвинуть уже сейчас. Я не знаю конверсию этого сайта, но я уверен, что зарубиться готов на спорт, на LP генераторе публичный тест сделать. Вот сюда напишем заголовок и конверсия возрастет. Заголовок по 4, без обид. А, вот как сделать сайт эффективнее. Продвинуть сайт. Ну вот, тоже не конкретно, когда, что. Не буду злым. SEO Dream. Нету заголовка, нету двигателя. Сейчас я вам, конечно, давайте наш сайт покажу. Callback Hunter, наш сервис. Ну, чтобы не быть голословным, как-то нести ответственность за слова, да. Польза. Получайте больше звонков. Насколько? Ультра специфичность. На 75%. Когда? Через 8 минут. И за счет чего? Ну, вот тут мы элегантно так поступили. За счет чего имеется в виду, то есть тоже уникальность. Без изменения сайта. Обычно как увеличим конверсию, сделаем вам лендинг. Без скидок клиентам. Обычно написали скидку, увеличилась конверсия. Тоже ни о чем. И без рекламы. Ну, без всякой. Какого еще либо рекламы. Соответственно, и дальше пошла, собственно, вот она уникальность. Новый онлайн виджет Callback Hunter отследит вовлеченного посетителя на сайте по поведению. Когда он решит уйти без действия, виджет за 26 секунд организует звонок с илзом. Вот такой у нас сервис. То есть мы сами как бы говорим о чем-то, как нужно делать. Сами это делаем. Конверсию, я думаю, приводить я вам не буду. Какая она здесь. Ее уровень. Дальше, что еще хотел сказать. А, собственно, дальше вопрос. Вот вы заинтриговали человека. Он, значит, в Google, в Яндекс зашел на ваш сайт. И что делать? Те, которые изучают контент, они изучают контент без проблем. Они могут долго его изучать. Но по-настоящему горячие клиенты, они хотят быстро скоммуницировать. Все, генеральный дал задачу маркетологу сделать классно SEO-продвижение. Он быстро проводит такое мини-тендер, я бы сказал. Ему нужно быстро со всеми поговорить, чтобы понять не просто на адекватность. Тест на адекватность. И что по ценам. Вот в данном случае у наших клиентов неплохо работает связка, когда конверсионный заголовок стоит. И при этом они используют наш сервис Callback Hunter. Можете воспринимать это как реклама. Мне, честно говоря, я думаю, вы почувствуете искренне, если вы почувствуете то, что мы хотим принести вам пользу. Четко прочитали заголовок. Человек, все нужно жестко конвертировать при уходе или просто вот так вот сделать. Это делает Callback Hunter. Вы были у нас на сайте 2 минут 41 секунды, нашли то, что искали при попытке уйти. Не нашли. Нам жаль, давайте, допустим, он не понял, чем наш сервис занимается. Нам жаль, давайте сэкономим время или перезвоним вам бесплатно с 26 секунд. Вводим свой номер телефона. Соответственно, дальше я нажму, жду звонка и у меня пойдет вызов на мобильном телефоне. Не верите, сами зайдите на callbackhunter.com и протестируйте. В среднем он дает рост конверсии от 30 где-то до 80%. Можете удобно использовать как на LP-генераторе, так и в принципе, если вы какие-то сайты или лендинги используете в своем бизнесе. Дальше, 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 да. На этом то, что касается создания заголовка, все. От себя я хотел бы выразить и от нашей команды огромную благодарность сервису LP-генератор за то, что двигают индустрию, создание онлайн-бизнеса в русскоговорящей зоне. Делайте заголовки конверсионные по технологии 4U. Пусть это будет вашим супероружием, не знаю, бластером в борьбе с конкурентами в директе, то есть с удвоенной конверсией вы уже сможете выдерживать крик 5-6 долларов, в то время, как ваш отстающий конкурент по конверсии максимум 3 доллара и все, дальше уже убыток. Не думайте, что какой-то копирайтер или гуру текстов может вам написать конверсионный заголовок, вы можете написать только вы. Потому что вы занимаетесь бизнесом, копирайтер пишет тексты. Мог бы копирайтер делать конверсию и прибыль, наверное, он бы занимался бизнесом. Пишите свои заголовки прямо под этим роликом на ютубе в комментариях. По мере сил, возможности и времени мы будем давать ответы и по ходу делать вам сразу конверсионные заголовки, которые в генераторе, вы по генератору сможете классно тестировать. В принципе, на этом все. Будьте всегда на полшага впереди конкурентов. подписывайтесь на наш канал, мы стараемся выдавать знания на лезвие ножа, то что касается конверсии. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если не понравилось, и делайте репосты. Все-таки за счет репостов наш канал развивается, и это дает нам минимальную эмоциональную подписку, писать видео дальше. Все, всем пока, удачного бизнеса, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok